Установили слежку и, как оказалось, не зря. В одном из супермаркетов на улице Шоссейная группа быстрого реагирования задержала 36-летнего мужчину. Их вызвали сотрудники торговой точки. Ранее они посчитали, что нетрезвый покупатель вынесет спиртное без оплаты. Когда все сомнения развеялись, они попытались остановить мужчину. Но тот так просто не сдался. Алина Мусина продолжит. Я зашел в магазин взять бутылку. Вот. А вы украсть ее не хотели? Нет. То, что хотел украсть спиртное, мужчина признавать не стал. Уверял, что задержали его из-за разбитой им бутылки, которую он якобы уронил, не доходя до кассы. За что вас задержали? Можно спросить? За что? Я бутылку водки разбил. Мужчина уверял, что деньги у него были. В супермаркет по улице Шоссейной он шел целенаправленно за дополнительные порции спиртного. Признался, что в этот день начал пить, еще когда было светло. Повод для того был весьма весомый. Разному день рождения у друга. У друга. А сколько ему исполнилось? 98. Но сотрудники супермаркета заметили нетрезвого и подозрительного мужчину сразу, как только он вошел, установили за ним слежку и, как оказалось, не зря. По их версии, мужчина, взяв бутылку крепкого алкоголя, попытался пройти мимо кассы. Разгадав его замысел, продавцы остановили подозрительного человека. Тот такому повороту событий рад не был и решил в порыве эмоций бросить спиртное на пол. Тогда же на место вызвали группу быстрого реагирования и полицейских. Раньше не попадали за гранжи и так далее, да? Нет. В магазин не кайфали. А где попадались? А где-то в другом месте попадались? У меня было когда-то. Это было 10 лет назад. А что украли? Украл. Рассказывать о своем прошлом задержанный не хотел. Возможно, такое желание появилось у него в отделе полиции, куда его доставили для дальнейшего разбирательства. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова